Здесь у нас живут кубки, которые Данька заработала на разных мероприятиях, на разных конкурсах, проектах. И вот здесь вот самые знаковые мы оставили, те, которые достаточно редкие, скажем так. Самые знаковые – Гран-при «Добрая волна», фестиваль телевизионный, показывали нас в том году, которые были организованы Игорем Яковлевичем Крутым, особые таланты, Гран-при. Все эти награды принадлежат Данилу Хачатурову. Он потерял зрение еще в младенчестве. Тогда у него обнаружили злокачественную опухоль. Врачи смогли справиться с этим недугом, но зрение сохранить не удалось. Сейчас Данил занимается вокалом и может исполнить любую песню на 13 языках. Владеет как классическим репертуаром, так и современным. Сам пишет песни, с одной из них в этом году занял второе место на отборочном туре российского детского Евровидения. Его мама говорит, поддержку зрителей не забудет никогда. Около четырех суток я практически вообще не спала, потому что голосовала вся Россия, и люди так включились в это голосование, что они переживали настолько, что каждый скачок этих процентов, все звонили, с Цехалина звонили, звонили с Крыма. Все организации незрячих, все организации колясочников, все, которые есть сеть по России, они все участвовали, все переживали, все писали. И понятно, что нужно было людям отвечать, давать обратный отзыв. Это очень знаково для нас, потому что песни у остальных ребят были написаны настоящими композиторами, музыкантами. И то, что он сделал сам, это, конечно, важно для нас. Мальчик играет на фортепиано, баяне, любит слушать орган. Его звуки он сравнивает с прыжком в бездну. Из отечественных исполнителей нравится творчество Дмитрия Хворостовского. Есть любимые исполнители и среди зарубежных. Из зарубежных исполнителей мне нравится совершенно разная музыка. Мне нравятся Луччана Поворотти, Луччана Делла, Андреа Бащери, Стив Вандер, Элла Фиджеральд. Почему мне нравятся Стив Вандер и Рэй Чарльз? Потому что вот иногда говорят, что вот незрячий, они действительно очень круто поют. И иногда говорят, вот незрячий, жалкий. А что, Стив Вандер, жалкий, что ли? Я вот не понимаю. Мне кажется, не жалкий совсем. Несмотря на слепоту, Данил Хачатуров прекрасно владеет компьютером, смартфоном, ведет соцсети и любит изучать иностранные языки. Младшие братья, четырехлетние двойняшки Лев и Георгий во всем подражают Даниилу. Они ходят на танцы и в музыкальную школу, планируют изучать английский язык. Хачатуровы рассказывают, ощутимую поддержку получают от государства. Компенсации на оплату ЖКХ и проезда школьников, ежемесячное пособие одному из родителей, воспитывающих ребенка от полутора до трех лет, которые не посещают детский сад. А также семья воспользовалась семейным региональным капиталом в размере 100 тысяч рублей. Получала ежемесячную выплату и на третьего ребенка до достижения им трех лет. Даниилу также положена пенсия из-за инвалидности, а его маме – пособие по уходу. И это не весь перечень мер соцподдержки многодетных семей в Самарской области. Мер соцподдержки является, конечно, дополнительным стимулом для рождаемости детей. Но самое важное все-таки – это желание родителей рожать как можно больше детей. Сейчас в Самарской области проживают около 24 тысяч многодетных семей. Все они почувствовали финансовую помощь государства благодаря реализации национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров держит на контроле его реализацию. Елена Малютина, Григорий Пляшаков. События.